Программа «Урбан» Которая собирает экспертные мнения Мы берем лучший опыт И нашего региона И других городов и регионов И даже стран Примеряем его на наш город Стараемся найти что-то ценное В этих проектах Берем все это на карандаш И даже воплощаем в нашем городе Кроме 101.0 мы вещаем еще на сайте эхакирова.ру В группе ВКонтакте у нас есть опрос По этой теме Мы предлагаем выбрать деревья Которые стоит в Кирове посадить в 2019 году Сегодня мы не введем видеотрансляцию В ВКонтакте Потому что у нас будет очень много звонков И экспертов из регионов А ВКонтакте их не будет слышно Поэтому пожалуйста все слушайте Внимательно наш эфир Или заходите на сайт эхакирова.ру Там есть прямая трансляция Представим сразу наших гостей Это Любовь Кондакова Доктор биологических наук Профессор кафедры экологии и природопользования Вятского государственного университета Любовь Владимировна, добрый день Поближе к микрофону Пожалуйста направляйте его на себя И Андрей Ашихмин Директор дирекции зеленого хозяйства города Кирова Андрей Сергеевич здравствуйте Добрый день С премьерой вас в нашем эфире Вы впервые очень приятно познакомиться Будем знать с кем мы работаем В плане проектов по озеленению города Кирова Ожидается что придет в студию Денис Крутихин Генеральный директор КССК Денис Леонидович надеюсь на подходе И зайдет в нашу студию Как только найдет место где припарковаться Здесь на театральной площади Что очень сложно в последнее время Но мы не зря Мы не зря такой опрос сделали В нашей группе ВКонтакте Какие именно деревья в Кирове Нужно высадить в 2019 году Хотелось бы чтобы был какой-то Сбор народного мнения О том чего не хватает В плане озеленения в городе Кирова И мы не хотели брать вот такие вещи Сразу говорим слушатели пожалуйста Мы не говорим о том что лучше делать дороги Или сажать деревья нет Мы говорим конкретно о проектах озеленения О тех деревьях и кустарниках Которые мы хотели бы видеть в нашем городе И поэтому мы предложили три варианта Ответа для голосования Даша озвучь пожалуйста Так первый вариант Цветущие деревья Рябина, черемуха, калина, амурский бархат Я кстати вообще не знаю что это Ага вот Лиственные крупномеры Липокленный пирамидальный тополь И цветущие кустарники Сирень, шиповник и жасмин Анатолий Курбатов, активист городской Поинтересовался у нас в комментариях Почему обязательно нужно выбрать что-то одно Почему что-то одно Наверное потому что это опрос И хотелось бы чтобы мы понимали Вообще к чему стремятся кировчане Ну то есть хочется больше цветов Или хочется больше зелени Ну да, мне кажется что нас уже поняла Любовь Владимировна Мы постарались разделить вот на такие вещи Надо сказать, Любовь Владимировна И Андрей Сергеевич Что 41% проголосовавших на данный момент Это 119 человек В нашей группе ВКонтакте Выбирает лиственные крупномеры На данный момент Липокленный пирамидальный тополь Мы так вот скомплектовали А остальные две группы пополам Под 29 с небольшим процентом Взяли цветущие деревья и цветущие кустарники То есть пока что крупномерные именно деревья Хотят видеть горожане Мы продолжаем голосование Оно будет продолжаться в течение двух часов И 211-101 номер телефона прямого эфира Мы принимаем звонки слушателей Ну а прямо сейчас с нами на связи Воронеж Воронеж, Татьяна Винокур Инженер технодзора по благоустройству Строительной компании Инстеп Ландшафтный архитектор На связи, Татьяна, добрый день Добрый день Здравствуйте, Татьяна Здесь Светлана Занько и Дарья Топузеева Ведущие программы И у нас в гостях Любовь Кондакова Доктор биологических наук Профессор кафедры экологии и природопользования Нашего опорного вуза А также директор дирекции зеленого хозяйства Самый главный человек в городе по озеленению Андрей Шихмин Татьяна, мы с вами накануне общались И ваш опыт работы Именно со строительными компаниями И управляющими компаниями Показался крайне интересным Расскажите, пожалуйста, про серьезный проект Который получил высокую оценку ваших коллег Как специалистов по озеленению Так и инженеров И даже блогеров Такого, как господин Варламов Это проект Бабякова Что это был за проект Как вы реализовывали концепцию озеленения В этом проекте? Значит, я попала на проект Бабякова По конкурсу Строительная организация На самом деле Это был Я не заняла первое место Но поскольку Директора услышали Что я понимаю В растениях Сказали, что они могли бы Попробовать с нами поработать В конечном итоге Весь этот проект был разработан Мною И посажен в том числе И постуход был тоже на мне Концепция была в том Что проект разрабатывался В рамках Концепция Русского авангарда И в озеленении Решении проекта Я постаралась Это именно показать Использовать разнообразные Окраски растений Формы Цвета Для того, чтобы был контраст Давайте мы обозначим Что это за микрорайон Какие дома в этом микрорайоне Строились Это жилой комплекс Планируется там Около 30 гектаров Если не ошибаюсь В первую очередь Была на полтора гектара Три жилых дома Трех, пяти и четырех подъездные По девять этажей То есть это много квартир И высотные дома Внутри у нас Свободная зона Без автомобилей Парковки Только по внешнему периметру Почему было принято решение Освободить внутреннюю зону И под что она освобождалась Ну смотрите Мы решили Что мы хотим Оставить двор Полностью для жителей Там очень много Игровых площадок Зелени Мест для отдыха Возможности Там выйти даже На газон На пикник Очень уютно Совсем нету машин Не страшно Туда детей выпустить Зонирование Вот таких территорий Это такой большой вопрос Я даже Не могу себе представить Как зонирование Осуществляется сейчас В наших новых микрорайонах К сожалению Сейчас нас опаздывает Гость Который представляет Одну из крупнейших Строительных компаний Но тем не менее Какие принципы Применяются Когда зонируется Внутренняя территория Ведь нужно же учесть Пожелания всех горожан Там и детские площадки Там и пожилые люди Вы говорите Что зона для пикников Ну как таковой Зона для пикников Прямо таки Не разработана Просто мы оставили места Где совсем Нету игровых площадок К примеру Детских Но они С ними Соседствуют Есть детские площадки Для совсем маленьких детей И для детей Кто постарше Принципы выбора растений Для организации Этих зеленых зон Каковы? Конечно же Чтобы они были Нетравмоопасными Без колючек Максимально не ядовитые И с другой стороны Чтобы было на них Интересно посмотреть Тогда Какие это были растения? Что вы наслаждали? Смотрите, мы много использовали Цветущих спирей Кленов разных форм И размеров То есть у нас там есть И шарообразные клены Краснолистные клены Пестролистные клены Березы Даже Несколько пихт И Даже елочки Несколько штук Какого размера Саженцы Применяете В своих проектах? Мы постарались Посадить уже Взрослые растения Там где-то Больше 7-10 лет Они крупные Некоторые Больше 3-4 метров С хорошим Уже плотным Штамбом Чтобы было видно Что это уже Прямо взрослые Настоящие растения Татьяна Такой момент Вот по поводу Растений Которые уже взрослые Мы в одной из программ Наших обсуждали И представители Управляющих компаний Организаций Сказали Что для того Чтобы такие деревья Высаживать Нужна какая-то Специальная техника То есть Что это за техника Если у вас Такой опыт есть Это действительно Настолько дорого Что нельзя себе Это позволить Или как это Все происходит Ну смотрите Вопрос такой В питомниках Взрослые деревья Постепенно Пересаживают Из одной Как бы Школы И школки в другой Постепенно Формируется Довольно компактный Корневой ком Который При выкопке Из грунта Он Не как бы Теряет частично Конечно Свои корни Но остается Примерно в том же коме Корень основной Все это укладывается Мешковиной сначала А если необходимо То еще и Проволокой Закутывается И все это Может точно так же Грузиться в автомобиле Как обычные растения В тех же контейнерах А потом Это сажается Конечно В хороший грунт Хорошо укрепляется И очень долго И упорно Поливается С добавлением Корневина Удобрений И только в таком случае Растение Приживается Особая техника Необходима Только для Очень крупных Деревьев Как на Тверской Вы саживали Вот такие вот Татьяна Скажите пожалуйста Вот вы посадили Все эти деревья Дальше они требуют Ухода И надзора Есть какие-то Гарантийные обязательства Кто это все Осуществляет У нас в организации Была следующая схема Мы сажали Наша управляющая компания Брала на себя Обязательства За этими Растениями Ухаживать Для этого В том числе Я Инициировала То чтобы В управляющей компании Была Единица Садовник То есть Это не дворник Который это поливает Это специально Обученный человек У которого Есть навыки И знания И впоследствии За этим Ухаживаются Естественно Есть Естественный процент Выпада Так называемого Когда то что-то Пропадает Но И при хорошем уходе Он не больше 10-15 процентов Лично у меня Был именно такой Когда мы с вами Общались Предварительно Вы говорили Что садовник Который управляющая Компания берут Да или инженер По озеленению Берут в штат Он в том числе И управляет Подсобными рабочими Дворниками И прочим Как это Осуществляется Это управление Или взаимодействие Ну смотрите Дворники Занимаются тем Что косят газоны Стригут Ледовые посадки И там Удаляют сорняки Зачастую Конечно Они могут Не понимать Что там Культурное растение Или нет И садовник Сначала показывает Что нужно убрать И как это нужно сделать Находясь параллельно Занимаясь Другими растениями К примеру Формовкой Омолаживающими Стрижками Наблюдает За дворниками Которые там Занимаются Зеленью В тот момент Я сейчас просто понимаю Что в детстве Мама у меня была Садовником А я дворником Ты все срезала На корню Но это у нас тоже Сейчас осуществляется Очень часто Жители сами Что-то подсаживают А потом идет Козьба И все это Скажется под ноль Скажите Много ли сейчас Управляющих Компаний Берут в штат Такую единицу Как садовник Или инженер По озеленению Воронеже Надо сказать Что не очень много Жилых комплексов Которых Это необходимо Застройщики Очень жадные Они не хотят Как бы сказать Вкладывать В озеленение Все что максимум Я вижу Это Пассон Рядовые посадки И пару деревьев Для этого Очень много Навыков Не нужно Поэтому Все что я сейчас Вижу От наших Строительных компаний Это садовника Которые берут Там знаете На 15 гектар Жилого комплекса И ты не успеваешь Что-либо Прямо культурно И правильно Отходить Потому что Слишком много Территорий Но вот В Бабяково Хороший был Очень опыт Потому что Варламов Даже в 17 году Написал Что это лучшее Жилье за те деньги Которые я видел В России Весь комплекс Рассматривался вместе Весь подход В том числе Озеленение Правильно я понимаю Да И последний вопрос А ваши коллеги Садовники Откуда берутся В Воронеже Это люди Какой специализации Ну Во-первых Это конечно Выпускники Наших двух Университетов Это Сельскохозяйственная Академия И лесотехнический Университет Они готовят Специалистов И Лично я Подбирала Еще садовников Просто Исходя Из их опыта Если они Работали К примеру В больших Организациях На заводах Или Где-то В торговых Центрах У которых Большие Территории С озеленением То Уже Исходя из этого Можно человека взять Ну и в целом Скажите пожалуйста Вот не в таких Концептуальных районах Как вы описываете А в целом Воронеже Власти Не знаю что у вас Мупы Кагупы И так далее Кто занимается Зеленением Они по каким Принципам Работают По каким Принципам Они сейчас Работают Они Берут По тендеру Подрядчиков Которые Обеспечивают Уход Посадку А управление Экологией Это все Контролирует Какие деревья Высаживаются В Воронеже Видите вы Что они Высаживаются По всем правилам Вас Удовлетворяющих Как инженера По озеленению Далеко не всегда Все очень Сильно Зависит От места И района Я честно говоря Не могу вам сказать Как это Определяется Но вот у нас Совсем недавно Закончили проект Озеленять Советскую площадь Проект делали Москвичи Сажали местные Наши подрядчики Все очень Неплохо А если Говорить о Каких-то Перифериях Каких-то там Не знаю Отбойных местах Рядом С магистралями То Тощенькие Рябинки Или Какие-нибудь Липки Которые Очень легко Поломать И они Даже могут Сами Под себя Завалиться Потому что Их никто Не закрепил Спасибо Татьяна Татьяна Винокур Воронеж Инженер Технодзора По благоустройству Строительной Компании Инстеп Мы сейчас Мне сейчас Написали Что Денис Леонидович Крутихин На приеме Губернатора Возможно Как только Освободится Он придет К нам Уже Во втором Часе Но Посмотрите Коллеги Какая Интересная История Тоже Первые Ласточки Получается Это не Массовое Явление Не массовое Явление Воронеж Но Есть Строительные Компании Которые Концептуально Подходят К этой Работе И даже Берут Штатную Единицу Как вам Такая Идея Нравится Андрей Сергеевич Ну Идея Я бы Сказал Что Неплохая Я думаю Что Ее Надо Развивать Надо Прививать И От этого Будет Определенный Результат Ну И еще Хотелось Сказать Что Скорее Всего Когда Выделяются Такие Площади Под застройку Изначально Нужно Уже Органам Местной Власти Этой Архитектуре Предусматривать Места Для Благоустройства И формирования Там Скверов Для данного Жилого Комплекса Но Обычно Такие места Как раз Выделяются И формируются И мы знаем Что в крупнейших Наших районах Как в Чистых Прудах Тоже был запланирован Большой парк Правда Очень Долго К этому Шли Я даже не знаю Он заложен Сейчас Или нет Этот парк Это очень долго Нет Ну просто Тут тоже Одно дело Это территория Какая-то общественная То есть Парки Скверы А другое дело Вот это вот Я смотрю Просто как раз Пока Татьяна говорила Я смотрела на пост Ильи Варламова Тут все с фотографиями Красочно Микрорайон Лобякова Да Вот этот микрорайон То есть По сути Это замкнутый микрорайон И Все вот это озеленение Это внутри этого микрорайона Это не то Что какой-то Общественный парк То есть Это действительно Территория Которой пользуются жильцы И тут наверное Это вопрос Как мне кажется Не столько Городских властей Сколько действительно Строительных компаний Льва Владимировна Я хотела сказать Что Очень большая проблема Возникает Вот именно Транспорт Особенно транспорт Который Бывает Вот На определенной площадке И часто Зеленое насаждение Страдает от того Что Это территория Отведенная Для озеленения Она используется Под различные Виды транспорта Идет уплотнение Под парковки И поэтому Иногда посмотришь Даже вот В настоящее время И в нашем городе Частично Эта территория Щебнем засыпается Для того Чтобы машины ставить Убирается зелень А это все Ведь Все население Оно должно дышать Чистым воздухом А зеленое насаждение Это единственное условие Что у нас воздух Будет очищаться Что среда будет Более благоприятная И будет Более комфортно Жить Кроме того Что Еще что Транспорт То Транспорт Может угрожать И тому Что Здесь внутри Например Какого-то Определенного Территории Определенной территории Детские площадки И так далее Тоже могут страдать От наличия Этого транспорта Поэтому То что Планируются Специально Такие территории Где Будет отсутствовать Транспорт Там где будут Находиться Детские площадки Я считаю Что это очень хорошо И это будет Как бы город будущего Потому что Здесь будут учтены Все условия И для жителей И для подрастающего поколения Ну и Комфортная среда Посмотрите Какой интересный опыт Не зря мы Крутихина сюда Приглашали В студию О КССК Салыми парусами Очень долго Очень много критики В отношении Этого огромного дома Который Вот сейчас На стадии сдачи Очень немного Возмущенных Обсуждений В интернете Что это за Страшное сооружение Нет прогулочных зон Ничего нет Потом бац В прошлом году Появляется Огромный сквер Мы тут обсуждали Как раз Денисом Леонидовичем На каких условиях Он появился Но тем не менее Он сейчас Битком забит Отдыхающими семьями И детьми Потому что Разные площадки И разные формы озеленения Которые вот еще Не видны Может быть Там Не слишком еще большие Но формы озеленения есть И удалось сохранить Какие-то Большие зеленые Деревья Которые еще там Росли До того Как сквер организовался Еще в момент Когда там Были корпуса Больницы Которая находилась На этой территории У нас есть Пермь на связи У нас есть Пермь на связи Михаил Борисов Региональный координатор Федерального проекта Городская среда Михаил Александрович Добрый день Добрый день Михаил Александрович Очень интересен Ваш опыт В отношении Организации Различных мероприятий Типа Рябинка фест Правильно я сказала Рябинка фест Да Только не Рябинка Рябина фест Рябина фест И другие В Перми Расскажите пожалуйста Что это за мероприятия И как они разрабатываются Да У нас на территории Перми И в Пайками В целом Действует Много довольно таки Акций Которые позволяют Озеленить Общественные И дворовые территории Нашего города И края в целом Уже вот Начиная буквально Как с весны И Осенью У нас проводится Акция Подарим миллион Деревья К городу И Там Бесплатно Просто Раздаются Деревья Кедры Различные Яблони Груши Цветущие Не цветущие Всем Кто зарегистрировался И приходит Получать Таким образом Вот Весной И осенью Раздаем Порядка 15-20 Тысяч Деревьев И Сомнебюджетных Источников Плюс У нас Ежегодно Вот уже Второй год Подряд В сентябре Месяце Проходит Фестиваль Пермских Дворов Рябина Фест Где мы Всем Участникам Правительственной Программы По формированию Комфортной Городской Среды Дарим Деревья Рябины Вы сказали Михаил Александрович Что В частности В весенний Период Когда вы Раздаете Саженцы Это весенний Приют Акция Весенняя И осенняя Весенняя Осенью И весной Мы раздаем Деревья По акции Подари миллион Подари миллион Приками И в рамках Рябина Фест И вот этой Весенней Осенней Раздачи Саженцы Которые Вы раздаете Вы говорите Из небюджетных Средств Фонд Какой-то Специальный Создан У нас Значит Смотри Рябина Фест У нас Это результат Выигрышных Грантов По различным Номинациям А по поводу Весенних И осенних Раздач Это просто Благотворительная Акция Благотворительная Акция А гранты Муниципальные Рябина Фест Или они Региональные Или федеральные Нет Гранты у нас Идут муниципальные На Рябине Фест Муниципальные А саженцы Которые Вы раздаете Это саженцы Из питомников Да Конечно Это саженцы Которые на Рябине Фест Это все идут Из питомника А которые Весной И осенью Они у нас Идут Из питомников И по договоренности Следничеством Работа с питомниками Пожалуйста Расскажите как организовано? Много ли их в окрестностях Перми? Сохранились ли они? Или вы где-то там закупаете в центральной России? Нет, смотрите, у нас ежегодно на территории города Перми засаживается из бюджетных источников порядка 15 тысяч деревьев и кустарников. Мы стараемся полностью это обеспечить из фонда местных наших питомников. Вот в этом году и в прошлом году засаживали общественные территории кленами канадскими и в этом году только приступили к озеленению и также продолжаются посадки будут и осенью. Сажаете ли вы крупномеры или достаточно саженцы до 50-70 сантиметров предоставить? Нет, вот смотрите, которые поапсы идут, они где-то в размерах 50-70 сантиметров. А вот когда мы сажаем общественные территории, то здесь мы уже подразумеваем посадкой где-то метра-полутора растения. Учитываются ли деревья, которые вы сажаете в муниципалитете? Обязательно. У нас есть проезды всех деревьев, которые сажаются у нас из бюджетного источника. И, соответственно, эти все деревья берутся у нас на контроль. У них есть гарантийный срок в течение 12 месяцев. Причем у нас каким образом это все действует? Если раньше было, что при каких-либо раскопках аварийных, неаварийных подрядчики сами производили посадки компенсационные, то сейчас нет. Сейчас они перечисляют денежные средства. И мы, соответственно, по 44-му ФУЗ определяем подрядчика, который будет выполнять эти работы. И он, соответственно, производит посадку и осуществляет содержание гарантийной замены в случае каких-либо комиссионных определенных гарантий. Содержание это очень интересный момент и дальнейший уход за вот этими деревьями. Известно ли вам, как на самом деле этот уход осуществляется? Там кронирование, обрезка, формирование кроны, там вот эти вот растяжки, которые вертикализируют деревья. Это все у вас в Перми применяется? Или по старинке? Да, это все применяется. Уже во время посадки у нас не просто так, как раньше было. Яму выкопали, посадили туда дерево, и не факт, что его полили перед этим и во время его жизни. Нет, у нас каждое растение сажается с помощью МКУ благоустройства, которое отслеживает, чтобы была посадка вместе с какими-либо удобрениями, своевременный полив, как вы говорите, привязка его горизонтально-вертикально, и потом хронирование его при необходимости. Очень часто обращаются лесники, которые готовы предоставить со своих вырубок подросшие лиственные, хвойные деревья. Вот эти деревья как-то используются? на бюджетные средства эти деревья не используются, потому что есть опасность того, что они могут завести каких-нибудь вредителей, и тем самым мы погубим более такие молодые деревья, которые были посажены раньше. Поэтому на бюджетных нет, а вот на внебюджетных здесь на те акции, которые подконтрольны, здесь, конечно же, все у нас идет с учетом того, что это здоровье, молодые, хорошие деревья, но есть же еще и другие различные фонды, которые занимаются посадкой, они вот менее подконтрольные. У нас возникает даже вопрос о том, где выделить землю этим различным фондам, которые приседают посадки. Спасибо, спасибо большое. Михаил Борисов, ПЕРМ, региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда», прервился на полторы минуты, а после этого сможем обсудить сейчас в эфире. Партнер программы компания «Куприд». Урбан. Программа о городских проектах. Программа «Урбан» продолжается. Дарья Топузлива, Светлана Заньков в студии, наши гости Любовь Кондакова, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования ВИАДГУ и Андрей Ашихмин, директор дирекции зеленого хозяйства города Кирова. Мы только что до перерыва общались с Михаилом Борисовым из Перми, это региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда» в Пермском крае. Он очень много интересного рассказал. 15 тысяч деревьев в год они высаживают, половина за бюджетные, ну, не половина, скорее всего, большая часть из внебюджетных источников идет. Но меня поразило, на самом деле, количество. 15 тысяч ежегодно, у нас вообще в городе какие цифры, сколько мы деревьев высаживаем, Андрей Сергеевич? Ну, если брать 17-й год, мы высадили порядка 300 деревьев, в этом году у нас цифра была запланирована такая же, но в результате экономии по торгам мы еще докупим порядка 100 деревьев, и в конечном итоге у нас получится где-то 400-450 деревьев. И плюс столько у старников еще было запланировано. Да, 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 это мы тоже выполним. И две, смотрю, что 2 миллиона 300 тысяч на посадку деревьев было запланировано. Мы посчитали, с Дашей, легко разделить 2 миллиона 300 на 400 деревьев. Это примерно стоимость одного саженца 5750 рублей. Правильно ли мы? 5750 рублей, но сейчас сэкономлено-то, значит, уменьшилась стоимость саженца. А вот эта вот сумма, она о чем говорит? То есть она не только ведь, наверное, на закупку самого саженца идет тут и посадка, учитывается что-то еще? Конечно, и поставка, и посадка. Где мы закупаем наши саженцы? Сохранились ли у нас питомники в Кировской области? Потому что вот не успела я поговорить с Михаилом Александровичем, надо будет с ним еще предварительно тоже созвониться, может, во втором части договорим. Он говорит, что в Пермском крае очень много питомников. В принципе, у нас есть питомники, которые в данный момент обслуживают частные организации. У нас получается, каким образом происходит данное мероприятие, согласно 44-го федерального закона мы объявляем торги и уже непосредственно в рамках аукционов могут принять участие любые поставщики. А никакие любые, они должны быть сертифицированы, лицензированы? Требования к ним есть? Требования, там прописано все в законе в 44-м, поэтому согласно этого закона производится выбор. Вы нам расскажите, мы просто не знаем. Что это за питомники должны быть и какой материал, в каком качестве он должен соответствовать? Там питомник не прописывается, там прописывается непосредственно сам материал, то есть существуют определенные критерии по данному виду определенных растений. Вот сейчас у нас какого размера деревья высаживаются? До сантиметра не обязательно. Крупномеров у нас нет, в основном получается, что где-то от метра до полутора метров. И такие, вот они, честно говоря, невзрачные, палочки, страчные, но тем не менее, им проще в молодом возрасте привиться и в дальнейшем развиваться. А еще такой момент, ведется какой-то учет деревьев? Вот, грубо говоря, 400-300 мы посадили, не все же выживают. Ты сейчас говоришь о том, что Михаил Александрович Борисов сказал, что, во-первых, все деревья ставятся на учет, во-вторых, 12-месячный гарантийный срок и замена, если что-то там повреждено или что-то не прижилось, у нас такие вещи есть? Значит, все деревья, которые мы садили в 2017 году, мы их все осмотрели. Да, есть действительно деревья, которые не прижились, поэтому они будут заменены. По гарантийным обязательствам? По гарантийным обязательствам. Есть все-таки гарантийные обязательства. То, что ведется ли учет деревьев. Мы в этом году начинаем данную работу, вот как раз Любовь Константиновна с ВУЗом договорились о том, что начнем сейчас с парков, потому что эта работа достаточно сложная, достаточно продолжительная по времени, поэтому начнем с парка Кирова, а там посмотрим. А можно поподробнее, что это за работа? То есть, это вот прям все деревья будете ставить на учет? Любовь Лизамовна, пожалуйста. Знаете, мониторинг зеленых насыщений у нас в городе Кирове был начат еще в 1997 году. И тогда мониторинг провели лаборатория биомониторинга. У нас сейчас Вятский государственный университет, а тогда еще был наш Вятский государственный гуманитарный университет и институт биологии коми-научного центра. Сейчас коми-научный центр тоже реорганизация. Заведующая лабораторией это Тамара Яковлевна Ашифмина. Мы знаем ее прекрасно. И работами этими руководил значит по все сотрудники лаборатории. И геоинформационная программа была разработана Григорием Яковлевичем Кантором. Эта работа, конечно, трудоемкая, но она очень интересная и дает очень большую информацию. Во-первых, значит, был создан план данного участка. Он был разбит на отдельные участки. И на каждом участке проводились исследования практически. каждого дерева, его состояние, возраст. Возраст, пород. Ну, возраст определить по внешнему виду сложно. Нужно специально, если, например, прибор брать пробы и считать погодичным кольцем. Мы это не делали. Но диаметр ствола на уровне 1,3 метра, чтобы примерно прикинуть возраст породы обязательно учитывалось. И состояние. Состояние оценивали согласно требованиям, которые были по зеленым насаждениям, хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. И, Владимир, большая территория была объята, охваченная этими исследованиями? Четыре парка. Значит, парк Кирова был проведен мониторинг, парк Гагарина, Александровский сад и парк железнодорожников. В 97-м году прошло уже с тех пор 20 лет. Мониторинг не повторялся после этого. Не повторялся. Мы говорили об этом здесь неоднократно в студии, когда была поставлена задача как раз партийным проектом «Единой России» о зеленых зонах и о мониторинге. И тогда планировалось мониторинг провести, но когда поняли, сколько средств необходимо для того, чтобы мониторить все деревья, естественно, обнаружили, что этих денег нет. А сколько средств? Ну, там в каких-то даже безумных просто деньгах шла речь, потому что и огромное количество людей должно быть задействовано, и очень подробная должна была быть карта составлена. И там же должны были быть деревья сразу учтены, которые на снос, которые там сейчас существуют. Но эту работу, самое-то главное за два года, не то, что ее задвинули в темный ящик, а об этом все время говорилось, что необходимо все равно к этому прийти, потому что каждое дерево в городе должно быть на учете, чтобы вот не было того, что у нас сейчас происходит, когда управляющие компании едут, расчищают снег, поранили, дерево заболело, его снесли, чтобы каждое дерево было на учете. И сейчас, я так понимаю, пока что в рамках такого научного больше сотрудничества, да, с ВУЗом заключен договор, чтобы начать эту работу. Правильно? Да. И главное, что это уникальная программа, которая была составлена геоинформационной технологией, когда каждое дерево заносится в данную программу, и по данной программе можно определить порода, возраст, экологическое состояние, состояние, и деревья, которые, например, хорошие, здоровые, зеленым цветом, там они обозначали, желтым, это те, которые имеют удовлетворительное состояние, и неудовлетворительное, красное. Имея такую карту, имея такой план, можно сразу знать, какие деревья нужно заменять, какие нуждаются... И планировать, в том числе, и бюджет, и анализировать экологическое состояние района. Кроме того, породный состав можно посмотреть, и какие больше породы более подходящими являются. Что выживает у нас, что хорошо растет. А вот сейчас в какой территории, вы говорите, начнете работать? Мы сейчас, мы начинаем работать с парком Кирова. Но это, на это все-таки выделяются муниципальные какие-то средства или нет пока? Пока денежных средств не выделяется, но мы договорились, что какая помощь понадобится от нас, то мы эту помощь будем посильно оказывать в УЗУ. И еще хотелось бы добавить то, что вся посадка, которая у нас запланирована на 2018 год, она ведется в рамках определенных проектов. То есть специалисты у нас делают специально дендропроект, где определяется место допустимой посадки. Потому что еще хочу сказать, что город Киров очень сильно у нас пронизан всеми вот этими сетями коммуникационными. Не везде у нас получается осуществить посадку зеленых насаждений поэтому приходится как-то выкручиваться, как-то смотреть. Но соответственно мы в любом случае разрабатываем сначала определенный проект, согласовываем его со всеми коммунальными службами, с администрацией. Уже после этого мы начинаем процедуру высадки. У нас во втором часе будет архитектор из Оренбурга на связи. Вот как раз там про коммуникации можно будет поговорить. Это действительно большая проблема о наследии советских времен, когда буквально все у нас пронизано коммуникацией. Тут как раз проблема с посадкой крупномеров, потому что сложно выбрать место, куда посадить это дерево, чтобы потом не пришлось его снести, потому что раскопки какие-то. А тем временем у нас на второе место в голосовании вырываются цветущие кустарники, товарищи. после лиственных крупномеров цветущие кустарники вырываются на второе место сирень, шиповник и жасмин. На свое место рвется Ольга Болезина уже. Новости у нас, тематические программы и реклама, и мы вернемся в том же составе после 12. Урбан. Программа о городских проектах.